Детское радио представляет Видимо, невидимо С тех пор, как в лапы огромного лесного тролля попал обломок обыкновенной лупы, жизнь великана полностью переменилась. Здрасте! Опоздал, прошу прощения. Принимал, знаете ли, муравьиные ванны. Я тут захворал, но уже иду на поправку благодаря моим невидимым лекарям, муравьям. Их муравьиная кислота – непревзойденное лекарство. Обладает болеутоляющим и противовоспалительным действием. Только не вздумайте ложиться в муравейник. Вы передавите его жителей и перелечитесь. Я вам сейчас про муравьиную ванну подробно расскажу. С тех пор, как я заложил у себя муравейник... Ой, да вы же ничего не знаете. Вот он, вот, мой муравейник. Я специально выстроил его около стеклянной стены, чтобы наблюдать за муравьишками через лупу. Я сделал небольшое гнездо и переселил в него молоденькую принцессу из лесного муравейника. Она вывела первое потомство – рабочих муравьев – и стала их королевой. Они продолжили строительство, кормили свою основательницу, ухаживали за братьями и сестрами и охраняли жилища от неприятелей. На первый взгляд, может показаться, что в муравейнике царит сплошной хаос и беспорядок. Но это не так. Муравейник имеет совершенное строение. Все в нем на своих местах. Главное в муравейнике – теплое покрытие из иголок и веточек. Оно защищает жилище от превратности и погоды. Специальные рабочие постоянно ремонтируют и обновляют его. Эта комната – гостиная. Здесь муравьи пережидают зимние холода и отдыхают летом. Недалеко от Кладовая – тут муравьи хранят запасы еды. Рядом у них и коровник, где муравьи-пастухи содержат муравьиных коров – тлей. А вот, глядите, самая первая комната – апартаменты королевы. Той самой муравьиной самки, с которой начался мой муравейник. Нынче она откладывает более тысячи яиц в день. Детские спаленки с личинками и куколками находятся неподалеку. За ними ухаживают муравьи-няньки. Ой, я же хотел про муравьиные ванны рассказать. Ну ладно, в другой раз. Берегите природу, друзья, и природа будет беречь вас. Видимо – невидимо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова